Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале Александр Бугылев и Народ, и сегодня на связи со студией директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Вадим Николаевич, рад тебя приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, коллеги, просто зашедшие на поговорить с нами. Ну и всем здравого смысла. Я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение позволит нам потренировать наш здравый смысл право-лево. Может быть, будет интересно. Да, и у нас там такая канареечка, как всегда, посвистывает, друзья, не судите строго, это враги на линии. Но звук такой, он такой почти природный, так что думаю, что враги нам не помешают. Знаешь, вот может тебе, конечно, и не понравится, я тебя хочу сердечно поздравить на правах твоего товарища с прошедшим днем рождения. Уверен, что наши зрители к этому поздравлению моему присоединятся, тем более, что для многих из них ты стал таким ориентиром в нашей непростой жизни. Знаешь, ориентиром и одновременно надеждой, что ты и такие люди, как ты, они эту жизнь в какой-то момент поправят, отремонтируют и сделают лучше. Энергии, мой дорогой, здоровье и многое лето. Спасибо, спасибо. Для себя всегда считал наиболее неприятным действием, это не дай бог разочаровать те ожидания, которые с тобой связывают те или иные люди. Поэтому вот здесь слишком большой аванс, это тоже плохо. Я стараюсь аккуратно с этим делать. Но я перехожу на вы, мы с торжественной частью покончили, переходим к эфиру, как положено, к формату. Владимир Николаевич, вот не знаю, как вам, а мне, но вот сейчас ситуация в нашей стране напоминает, помните, была такая знаменитая франшиза Кэмерона «Терминатор», фильм «Терминатор 2», когда там вот этого жидкого «Терминатора Т-1000», которого играл великолепный Роберт Патрик, как-то на него там случайно уронили цистерну с жидким азотом. И как-то сам он примерз, и вокруг него все тоже замерло. Вот так и вот в моей любимой стране ситуация как-то так замерла, не в политической сфере, и в экономической, и в социальной. Как думаете, надолго ли это, и что потом? Ну, два момента, вспоминая, так сказать, классику, да? Значит, все очень просто. Сказки, обман. Солнечный остров, крючок туман. Нет райской птицы, люди вранья. Кто-то ошибся, ты или я. Значит, по большому счету, есть заморозка, нет заморозки. Давайте так, ситуация, которую сейчас, так или иначе, мы наблюдаем, долго продолжаться не может. Она, так или иначе, куда-то развернется. Чем бы не закончилась специальная операция, и то, что выглухте ее, она развернет движение в нашей стране в ту или иную сторону, и очень быстро. Как только появится что-то похожее на ту или иную хорошую или плохую определенность. Поэтому вопрос в том, что как долго может продолжаться ситуация неопределенности, я думаю, не очень долго в данной ситуации, потому что она, в принципе, не может долго продолжаться из-за конечного ресурса противообоствующих сторон. Я так скажу аккуратно. Поэтому вопрос, я думаю, все ощущают, что мы на пороге грандиозного движения туда или сюда, я так скажу аккуратно. А вот уже куда нас двиганет, надеемся, что на этот раз будет не так, как обычно, а какие у нас варианты. Ну, надежды юноши питают, хочу вам сказать. Вот недавно Борис Юречка Горлицкий, хороший социолог, даром что иностранный агент, о чем мы, к сожалению, вот обязаны упомянуть, делился результатами социологии качественной какой-то фокус-группе, опрашивал людей и кто-то из его респондентов сказал, что ну да, тяжело, коммуналка, ну, стандартный набор жалоб наших соотечественников. Да, сводим концы с концами, да, детишек тянем, но главное, говорит, мирное небо над головой, войны нет. И никто из присутствующих в помещении людей в этой фокус-группе, никто ему не возразил. То есть вот для большинства наших соотечественников, вот это я не говорю ни к сожалению, ни к счастью, просто констатирую факт, что-то вовне их семьи, их повседневной жизни, их работы, ну вот это все как-то остается за пределами их внимания, это я так полагаю, что тоже ненадолго, но когда вот этот вот предсказанное вами, вот это вот предсказанное вами оживление начнется, мы сможем, мы не нужны, Владимир Николаевич, как эксперты нашим зрителям, потому что если курс будет выбран верный, то тогда он будет приводить к восстановлению потенциала нашей страны, приумножению ее ресурсов финансовых, людских, творческих, а если курс будет неверный, то и потенциал будет продолжать расходоваться, и деньги будем куда-то непонятно куда девать, и люди у нас будут как-то уменьшаться, а не пребывать. И вот по этому поводу, по поводу каким должен быть верный курс, вот вам есть что сказать, Владимир Николаевич. Я вот замолкаю. Ну смотрите, у меня сложилось впечатление, я могу согласиться с многими, ну так условно говоря, теми, кто подкритиковывает, чуть больше, чуть меньше происходящее, что многие процессы развития в стране нашей за последние 30 лет, если это можно сказать, развитие, оно подменялось лозунгами и симулированием развития стойленной цели. Ну, по поводу того, было ли симулирование развития, не было ли симулирования развития, было ли настоящее развитие, мы бились вперед или нет. Ну, давайте так, я не сторонник, выдумывал какие-то непонятные цифры, что все плохо и все хорошо, я сторонник, пользовался хотя бы той статистикой, которая реально дает наш Росстат и наши официальные органы. Давайте будем придерживаться этой информации. То, что сказал Борис Казарнинский, причем уважения, ну, есть какая-то фокус-группа, она показала информацию субъективную, другая фокус-группа еще докажет, какой-нибудь другой человек, она покажет другую информацию. А вот официальная статистика нашего государства, наверное, то, что попытаться с темным видом допущения, в общем-то, можно и пользоваться. И по этой статистике, ну, мы увидим, что уровень жительного населения с 2012 года у нас не только не вырос, он даже снизился с 2012 года. То есть, за 10 лет мы, наверное, одна из немногих стран в мире, которая, в общем-то, не показала, даже официально не показала рост уровня. Да, мы показали, у нас произошло некоторое снижение бедности в стране по нашей статистике, но при этом уровень жительного населения у нас не вырос. Правда, с точки зрения математика, у меня тоже в этой ситуации возникают вопросы. Если у нас уровень жительного населения, объем наших нищих и бедных уменьшился в процентном отношении и в абсолютном том числе. Значит, он за счет чего мог уменьшиться? При том, что у нас не вырос уровень жительного населения. Значит, у нас стали беднее богатые, верно ли? Они должны были поделиться с бедными для того, чтобы те вышли из зоны бедности. А если верить в наши статистике, то темпы роста богатства наших наиболее богатых семей не только не замедлены, они ставят рекорды, даже особенно во время специальной операции. И тогда у меня простая формула в голове не складывается. Как при том, что уровень жительного населения у нас продолжает падать, количество богатых и их богатство растет, каким образом при этом у нас снижается процент бедного населения. Тут есть нестыковки, но тем не менее. Не будем здесь момент сами себе накручивать. Важно другое. В специальной атлетике с 2012 года уровень жительного населения у нас не вырос. Даже немножко упал. Первое. Второе. Наш стенд развития, ВВП наш, растет. Даже если верить тем процентам, которые нам пишут, один, два процента. Два процента выросли, потом три упали, два процента выросли, три упали. Ну, плюс-минус за последние столько там лет, ну, примерно на том же уровне. При этом наши же власти констатируют тот факт, что средние темпы роста ВВП по миру составляют сегодня 3-3,5 процента. Ежегодно. То есть мир растет средними темпами. Вот за последние, значит, получается 10 лет мир в среднем вырос как минимум на 35-40 процентов. Выпишем 10 лет. Мы остались на том же уровне. То есть это, как бы там ни было, тоже некоторые показатели. То есть вряд ли бы сегодня была бы ситуация, какая она есть, если бы страна за 10 лет развивалась с темпами 3,5 процента в год. Хотя бы среднемировые. Хотя бы. Я не говорю там быть в лидерах, как некоторые страны. И в данной ситуации, если мы продолжаем убывать, мы продолжаем убывать. Объем производства реально у нас ВВП падает, отстает от этого мирового. Наша доля падает. Понимаете? Мы намного сказать, нет, у нас объем производства не упал, там плюс-минус. Еще раз. Наша доля в мировом производстве продолжает снижаться. Это первое. Второе. Наша численность населения продолжает снижаться, хоть в долевом отношении к мировому, хоть в абсолютных цифрах. Это тоже, в общем-то, значит, а почему происходит? Мы какие-то ставили себе цели, планы, задачи, и мы их не выполняем? А насколько мы их не выполняем? Или мы выполняем те самые цели задачи, а другие поставлены? То есть, какие отклонения есть? У нас есть отклонения от цели и задачи. Если у нас есть отклонения от цели и задачи, мы ставили себе одни ориентиры, а мы достигаем других каких-то целей, значит, кто-то недоработал, кто-то этого. Этих кто-то, плохих чиновников, а я там, тех остальных, надо выбрать на ковер и сказать, ребята, мы вам ставили задачу развития, ставили, а вы чем развиваетесь, ай-яй-яй, мы тебя снимаем с работы, ставим другого, тот, который будет развивать. А за эти его, к сожалению, или к счастью, или как угодно, получается, что ничего не изменилось в кадровом составе тех, кто нас с этим курсом вел, значит, что? Значит, все-таки планировалось, а кем планировалось? Ну, наверное, планировалось, как бы это мягче сказать, хозяином страны, да? Только вопрос, а кто этот загадочный хозяин? Вот, и здесь, конечно, есть над чем подумать, потому что с точки зрения логики нас, простого населения страны, возникает вопрос, а что не так мы делаем? Мы же вроде бы исполняем все те указания и задачи, которые нам сверху доводятся. Что мы не так делаем? Что вот при тех вводных, которые нам дают, мы приходим на работу, делаем то, выполняем эти заказы, такие законы. Кто не выполняет, тот иностранный агент, еще хуже, там, предатель, но их не так много. То есть у нас, к сожалению, не то, что нет целеполагания, у нас вообще размыта какая-то обстановка вокруг нас. Ориентиров нет. Неплохих, нехороших нет ориентиров. Сказали бы, вот это вот так. Можно соглашаться, не соглашаться, но был бы ориентир. Но когда группа людей называет один ориентир управляющих людей, и все дружно, без исключения, работают ровно против этого ориентира, который обозначили, то народ волей-неволей чешет тепло и говорит, ребят, ну если вы нас туда кинули, а сами туда побежали, ну как-то нам стрёмно. Можно мы за вами просто туда, то мы туда, мы же, вы же информации больше, чем мы владеете. И если вы бежите, то мы за вами. Почему вы нас туда призываете? Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем, что так или иначе, до последних годов страна продолжает, в общем-то, падать в ресурсе, в динамике. И вопрос, по чьей злой воле, или по объективным, или по субъективным причинам, тут, наверное, я думаю, есть смысл все-таки выходить на другие немножко этажи сознания, не искать вину в отдельном этом человеке, хотя, конечно, желание, у простого обывателя, всегда есть желание найти, кто виноват, и дать ему по полной программе. Но мне вот кажется, что мы тут должны немножко перейти к другому уровню понимания ситуации, и не искать конкретного виновника, а может быть, посмотреть ту или иную тенденцию, ну более высокого порядка. Я так первократно не знаю, если захочу эту тему... Друзья, прервемся на пару-тройку минут, расскажу вам интересные, надеюсь, полезные вещи. Ох, прав был Клим Санджуков насчет влияния общего кризиса капитализма на качество нынешней кинопродукции. Не подумайте, что ворчу, но сейчас не то, что 20 лет назад, смотреть совсем нечего. Наверное, этот самый злобесовый кризис углубился настолько, что накрыл любимый мной и, надеюсь, любимый вами синематограф. Признаюсь, что кино – моя основная форма досуга, наряду с чтением. Но чтение, если так вдуматься, это даже совсем и не досуг. Вот и приходится смотреть то, что было снято 20 лет назад, и на майских каникулах не без удовольствия пересмотрел Американо-австралийский научно-фантастический боевик братьев Вачовски «Матрица». Если помните, фильм начинается телефонным разговором Тринити и Сайфера на фоне бегущих по экрану зеленых цифр и заканчивается на таком же фоне, но уже с появившейся надписью «Системная ошибка». Нео разговаривает по телефону и он обещает, что покажет людям с запертым в «Матрице», что на самом деле они живут в мире, где нет правил и границ, в мире, в котором, возможно, все. Бегущие и падающие, как дождь, потоки зеленых цифр Мне кажется, это очень удачная метафора к тому, что происходит в современном мире, где тот, кто чувствует эти потоки данных и кто работает с ними, он всегда как бы на шаг впереди этой «Матрицы» или, если угодно, системы. Сейчас отечники «Бутонео», выбирая красную капсулу, увеличивают свои возможности и буквально создают будущее. Например, дата-сайентисты. Они разрабатывают и обучают искусственный интеллект и могут много чего. Например, прогнозируют вероятность возврата кредита клиентам банка, разрабатывают рекомендательные системы и даже диагностируют болезни. Такие специалисты нужны сейчас везде. Спрос на них за последние три года увеличился на 433%, а зарплаты достигли в среднем 200 тысяч. Это далеко не потолок. Чтобы освоить новую профессию, работать удаленно, рекомендую вам пройти курс «Дата-сайентист» от нуля до про от онлайн-школы «Скиллфэктори». Если помните ваши студенческие времена, то успешность обучения всегда сильно зависела от преподавателя. И здесь с этим все в порядке, потому что программа разработана с участием профессора из МГУ специально для новичков. И вас всему обучат с нуля, в том числе и математики, без которой «Дата-сайентисту», конечно, не обойтись. Что очень и очень важно. На курсе много практики. Вас будут ждать реальные задачи из бизнеса. Они сформируют ваше собственное портфолио, которое даст вам преимущество при трудоустройстве. Почему рекомендую «Скиллфэктори»? Перечисляю по порядку. Для вас создадут все условия, чтобы обучение было комфортным. Удобная платформа и гибкий график, благодаря чему вы сможете обучаться в своем темпе, спокойно совмещая учебу и работу. На протяжении всего курса вас будут поддерживать опытные менторы, которые понимают, как непросто менять род занятий. Они будут отвечать на все ваши вопросы и помогут сохранить мотивацию. А также при школе есть центр карьеры, который поможет вам найти работу, расскажет, как составить резюме и подготовит к собеседованиям. Так что, друзья, переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, оставляйте заявку, чтобы успеть записаться на курс. А по промокоду Александр Бабылев вы получите скидку в 45% и курс английского для IT-специалистов в подарок. Ломайте матрицы рутины и повседневности. Получайте новую востребованную профессию, друзья, и в добрый путь. Да, да, да. Я так, честно говоря, и намечал, Владимир Николаевич, вы меня, как всегда, просчитали. И, ну, невозможно же, понимаете, с вами беседовать и не отклониться от намеченного плана. Можно такой простецкий вопрос? Вот я в последний... Прежде чем мы перейдем к таким конструктивным вещам, в последнее время слышу много криков с разных сторон политического нашего холма. С одной стороны кричат «Давайте все национализируем, значит, вот там не справляются». С другой стороны кричат «Нет, давайте все приватизируем». Я не знаю, я не человек, как говорится, политически неискушенный. Мне интуитивно, вот подчеркивают слово интуитивно, и те крики не нравятся, и те. Что бы вы по этому поводу сказали? Это отвлечение на негодный объект одной силой и другой силой. Ну, я уже на эту тему говорил. Вопрос, с какой целью мы будем приватизировать или национализировать? Приватизация якобы с целью того, чтобы поднять эффективность неэффективных предприятий, условно говоря. Ну, давайте так. С одной стороны, а с другой стороны доход бюджета обеспечен. У нас же не хватает доходной части. Здесь есть два аргумента, которые необходимость приватизации разбивают просто полностью в прах. То есть, первое, приватизация Советского Союза припятий была? Была. 80 тысячи пять после этого страна потеряла? Потеряла промышленность, как такова, из страны ушла? Ушла. Приватизация подняла? Эффективность машиностроения, авиастроения, электроники? Не подняла. Значит, таким образом, приватизация производств с высокой добавленной стоимостью привела к уничтожению более-менее развитых наших предприятий. Это первое. А приватизация сырьевых отраслей привела к чему? К тому, что мы ставим поразительные рекорды каждый год по вывозу капитала и ценностей страны. Ничего не оставляя для развития своей страны. То есть, напомню, что с 1994 года мы вывезли до предела страны более 3 триллионов долларов США продукции, чем ту, которую вывезли обратно. А по сегодняшнему покупательскому паритету доллара мы утащили из страны через сырьевых хозяев нашего бизнеса, так скажем, порядка 16 триллионов долларов. Вот с чего приватизация. Значит, сразу мысль, ага, значит, приватизация, плохо, приватизировать не будем. Тем более, что суммы, которые выводят из страны, точно не покрывают те копейки, которые страна может получить за приватизацию этих предприятий. Тогда давайте национализируем, раз приватизировать не будем. Дальше возникает вопрос, а что значит национализация предприятий? Напомню, мы живем с вами в буржуазном обществе, где очень частный это производство является, в общем, основной. Ну, так вот, подоле основная у нас в первый момент. Дальше возникает не может быть вопрос. То есть, наше общество буржуазное, капиталистическое, и по большому счету власть, которая у нас есть, она защищает действующий капиталистический строй. Верно? и основные элиты в нашей стране так или иначе поддерживают капиталистический строй, делают все возможное, чтобы те, кто пришел к власти, защищали действующий капиталистический строй. Правильно? вообще возникает простой вопрос. А как же власть, которая поставлена к руководству капиталистами, будет принимать решение о национализации частной собственностью производства в пользу кого? В пользу народа? Извините, у нас капитализм. Нет у нас, у нас, конечно, написано в Конституции, что народ является как бы кем-то там власть, властью. Поэтому по большому счету за словом национализации может скрываться два интересных направления движения мыслей. Первая мысль. Кто-то решил сменить строй в стране. Я в это слабо верю, потому что если мы в стране капиталистической отнимаем частные собственности производства и передаем их власть народу, это по большому счету смена нашего строя. Не уверен, что об этом шла речь на разных уровнях. И второе, он, наверное, более приходит на ум, что под фразами «давай национализацию частных собственности производства» произойдет тот или иной вид передела активов с одних на другие фамилии. И, кстати, этот вариант достаточно напрашивается не потому, что старые плохо управляли, а будет лучше много управлять. Дело в том, что основные собственники, которые пришли к владению активами огромной страны в 90-е годы, сегодня подошли к своему физическому, так скажем, ограничению по возрасту. Понятно, да? То есть с тем, кому было 30-35, сегодня им уже 60 и больше лет. и по большому счету они назывались конечно хозяевами этих холдингов, но люди разумные понимают, что это как бы хозяева, то есть они были назначены кем-то из реальных хозяев управлять этим активом. Сегодня этим управленцам, которые назывались хозяевами за 60 лет и управленцам, и хозяинам, и реальным хозяинам активов нашей страны пора менять контингент на более молодой. Ну, возможно, где-то придется пропустить это дело через слово, которое нравится нашему народу, национализация, а просто появятся более молодые, которым еще 30 лет пилить и пилить. В общем-то, такая мысль не может не возникать, потому что разумного понимания, а что вы под словом национализация имеете в виду, ситуация, когда мы видим нашу структуру управления, активами в стране, да, я не понимаю. Вот, честно скажу, возникает вопрос. А дальше, скажите, пожалуйста, а Газпром, это компания национализирована или нет? Вот хороший вопрос, я хотел этот ракурс предложить, Роснефть, Газпром. Да, и в данной ситуации, ну, ребят, вот, мы, нас приучили за 30 лет кидаться, как собаки на кость, на любой красивый лодунг, и мы так привыкли, что за лодунгом красивым словом стоит, и до сих пор мы открываем очередную красивую обертку, там дерьмо, и нас это ничему не учит. Мы это выкидываем, психуем, ругаемся на всех, кто на подстунул, нам очередную конфетку, там открываем, там снова дерьмо, нас ничему не учит опыт этих оберток, в которых ничего, кроме дерьма, не лежит. Ну, давайте все-таки за красивыми словами, лодунгами, ну, сколько нас уже можно тренировать, давайте адекватно относиться к реальности. Честно говоря, вот здесь я не сторонник как бы себя людьми королить, в нашей стране сейчас национализации не будет, потому что, первое, не понял, собираюсь сейчас в стране делать реально левый поворот, элиты не настроены на это, себя обмануть не надо, хотя, они, наверное, будут или иного отпускать. Второе, как вариант, если это будет происходить, это будет происходить вид переписывания, переформатирования, переставления активов с одних только на другие. Ну, так, по большому счету. Не надо себя тешить и людей. Мы хотели, значит, посмотреть на ситуацию, на всю ситуацию в аквариуме, да, а не на отдельных рыбок. Значит, первый вопрос мой тогда общий такой. Вот, если все-таки двигаться в сторону воспроизводства потенциала, я не верю немножечко в автортичный сценарий, развития России, поэтому нам это воспроизводство потенциала придется искать либо на Западе, либо на Востоке. Восток сейчас для нас, по большому счету, сводится, наверное, все-таки Китайской Народной Республики и Владимир Николаевич, вот лично я, опять-таки, опять-таки интуитивно не вижу, как мы будем воспроизводиться с помощью КНР. По-моему, КНР от нас все, что ему надо, получает и так, ресурсы там дешевые, и так далее. Помогать нам он особо, продавать, да, он согласен, готовую свою продукцию, но не согласен, и я не вижу такого желания делиться технологиями, помогать нам финансовых проводок. Вот что касается вот этого восточного направления экономической политики, дайте, пожалуйста, оценку, какие там плюсы. я, как бы иначе сказать, вот, не хочу сам кидаться на обертку на красивую. Будут китайцы нам помогать, не будут китайцы нам помогать, вспоминать, что было лет назад, 150 лет назад страна наша была третья по населению на земле, да, причем мы не очень сильно, не критично обслуживая население, численность населения ни от Индии, ни от Китая. Дело не то, что там, у них там были миллиарды, у нас там, у нас были различия населения, но они были в два раза. То есть наша страна находилась в ситуации, когда численность населения была очень, очень высокая по мировым стандартам и меркам. При этом, учитывая, что Индия находилась под жесточайшим генетом Великобритании, которая там уничтожала все, и я напомню, что развитие производства в Индии при Великобритании и даже наличие элементарных, промышленных, мелких, разных предприятий считалось в Индии уголовным преступлением по меркам Британии. Понятно, да? Поэтому ситуации, когда мы с вами приходим на рассматривание законов развития диалектики, где мы говорим о том, что количество рано или поздно должно прийти в качество, мы должны понимать, что с точки зрения того, что именно в России мог произойти некоторый качественный скачок, он и произошел, потому что мы, с точки зрения объема, количество населения были одной из ведущих стран мира. Первое, и это население, как бы мы его не называли забитым и разбитым, оно было частично европейским, поэтому образовано, ну и так скажем, для этого были у нас возможности и основания. Теперь смотрим на сейчас. На сейчас ситуация несколько другая. Дело в том, что можно спорить, сколько у нас осталось в стране населения, но обозначим два момента. Первое, мы, даже если мы будем удерживать от падения численности населения нашей страны, мы видим две вещи. Огромное количество стран уже нас обогнали по количеству населения. Я вам скажу, небольшой Вьетнам уже 100 миллионов перешагнул численность населения. Вьетнам перешагнул. Пакистан нас уже по численности мы тем более это ядерная держава. Я уж не говорю про другие страны. Поэтому тот факт, что происходит некоторое смещение в том числе моментов, связанных с развитием производства тот же Китай, но это просто неизбежно. При этом опять-таки наша страна не только падает численностью, причем достаточно быстро падает, оно еще происходит старение нашего населения. Старение населения со всеми вытекающими наша цивилизация на нашей территории, она быстро стареет. Со всеми вытекающими для этого последствиями тех, кто поднимает как идут циклы развития стран и цивилизации, понимают, что старейшая цивилизация, если ничего не происходит, она уходит с аренды, так или иначе. Поэтому для того, чтобы каким-то образом, как вы говорите, обеспечить воспроизводство чего? Для того, чтобы обеспечить воспроизводство производства товаров, для начала надо обеспечить воспроизводство молодого населения в стране. Понимаете? Если у нас численность населения может быть продержана, потому что мы позволим прожить за счет медицины лишних 5 лет бабушкам и дедушкам, таким, как я, как ты уже, да, нам-то с тобой уже почти 60. Ну, это не то, за счет чего страна может заниматься воспроизводством. Мы еще можем передавать опыт. Страны живут и развиваются за счет молодых 20-30 лет. Этот контингент должен воспроизводиться. Если этого не происходит, то все остальное это на самом деле, так скажем, в пользу бедных разговоров. Поэтому в данной ситуации те же самые китайцы, они прекрасно видят положение. Я ума не приложу, а с чего бы-то Китай опять-таки будет рассматривать нашу территорию как территорию, в которой есть это союзник, с которым надо договариваться на равном. Стареющая цивилизация, с убывающим населением, занимающая территорию огромную, имея всего полтора пункта. У нас за Уралом, даже по официальной статистике, мы не дотягиваем до 40 миллионов населения, за всем Уралом, за всем. Из них там проживают по основным городам, по большому счету. То есть и мы чего ждем от Китая? Опять-таки, а почему Китай, что надо от Китая от нас? Только наши сырьевые ресурсы и больше ничего по большому счету. Тогда скажите мне, пожалуйста, чем синичный Китай, а он синичный, прагматичный Китай будет отличаться от синичной, прагматичной Тэтчер, которая объясняла, сколько надо людей для того, чтобы обеспечить перекачку сырьевых ресурсов для тех стран, которые их будут как бы осваивать и перерабатывать. Какого перепугу нам Китай даст лишних 10-20 миллионов пожить на перекачку этих ресурсов? С каких таких кредитингов? Что такого мы Китаю можем сделать? Кстати, для сравнения, московская агломерация по численности и сибири сабириумов превышает количество людей, которые проживают в Уралом. и что Китай должен покормить нашу московскую агломерацию? А с каких прагматичных для себя мыслей? Ну, мы вот себя для чего кормим иллюзиями? Просто, честно скажу. Поэтому, еще раз, если в стране нет воспроизводства молодого населения, молодого, даже не сам по себе численной, то эта страна по большому счету любая, не важно, что это Россия, любая, Европа в том числе к этому можно отнести, она идет на закат. Хотите на рассвет, принимайте решение. И разговоры о том, что так и так, надо давать больше зарождения, ничего подобного. Ребята, не надо путать, что повышение из нас, из нашего общества делают общество потребления. Все от детского садика до школы, института, от этой организации воспитывают в нас общество потребления. А если общество потребления нас воспитывают, то для того, чтобы увеличивать свое потребление, я должен снижать количество едоков этого самого потребления, в том числе снижая количество детей в своей семье, потому что как только я начинаю иметь детей, я снижаю свое потребление. Я помню прекрасно, когда я попал первый раз в Пекин в 2006 году, и первое в номер там телевизор показывает рекламу. Вот первое, что мне закончилось. И в рекламе показывают счастливую китайскую семью, она красавица, там хвата спадебная, он такой молодец, весь в черном пиджаке, в белой рубашке. И у них мечты там, яхта, квартира, дом, машина, они такие, у них все хорошо. Потом такой звук, такой похоронный, черный крест на яхте, черный крест на доме, черный крест, у них появился ребенок. И они смотрят на ребенка с ненавистью. Вот из-за тебя ни яхты, ни квартиры, ничего. Это была общественно-социальная реклама на центральном китайском телевидении. Они таким образом боролись со вторым ребенком семье. Понимаете? Мы, конечно, до такого уровня не дошли, но по большому счету этих челфрид вырастили именно наши пропагандисты. Ну так это была политика в Китае. Одна семья, один ребенок. И, кстати говоря, утверждают, что лет через 15 это выйдет им таким боком вот на горизонте ближайших ровно 15 лет. Это, кстати, в отличие от Индии. Но я другую вещь хотел сказать, вернее, вспомнить на выступлении Александра Александровича Аузана. Он сказал о том, что у нас, да, общество потребления, да, конечно, все играет роль, но у нас политика государства по отношению к обществу, она была, как бы это сказать, помягче. Была нацелена на выжимание рент. Ну, не на воспроизводство населения. И если я взрослый мужик, не понимая, как я завтра себя прокормлю, с какого перепугу я буду рождать детей. Вот в Индии, Владимир Николаевич, вы правильно сказали, о доле, значит, молодого населения. Мало того, что Индия догнала Китай по населению, так еще там 50% населения моложе 30 лет. Можно себе только представить потенциал этой страны к развитию. Просто зависть берет. А у нас, вот, выжимали ренту и причем этому уделялось внимание. Это рента выжатая, она еще непонятно куда девалась. Он тоже говорил о цифре с 12 нулями, как и вы, с триллионами. И где они? Вот где их видно? В инфраструктуре там, в детских садиках может быть. Как-то это все куда-то подевалось внезапно. У меня тогда, собственно говоря, мой вопрос заключается в следующем. Ну, вот вы сказали, что принимаете решение, а как можно, что, что надо сделать раз, два, три, чтобы люди опять поверили в завтрашний день, собственно, и начали рожать. Вот, я понимаю, что разговор дурацкий, такой может быть преждевременный, немного наивный, но мы же, мы же говорим о будущем, да, то есть мы сейчас вот как два антикризисных менеджера. Мы фиксируем точку, где находимся, мы понимаем, анализируем причины, как мы там оказались, следующее, мы должны говорить о том, что делать. Ну, вот, Владимир Николаевич, вам слово. Ну, смотрите, сначала про Индию. Ну, что можно сказать про Индию? Похоже, Индия опять на себя принимает то, чем она была когда-то давно. Это, в принципе, дело в центре нашей стерилизации, да, за счет того, что там было много населения, были когда-то там технологии, молодежь. Вот, видимо, так или иначе они возвращаются, в том числе, своей, как правильно сказать, идеологии или мировоззрению, так скажем аккуратно. Опять же, о том, что будет, не будет, ну, давайте так, наше поколение, наше поколение, это дети тех, родители, которые рождались в момент, когда шли войны. Понимаете? И в ситуации, когда чьи первыми мировая, гражданская война, потом финская, потом отечественная, потом японская, эти войны шли, 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 а СССР рос. И никто не забивался головой о том, как же так, вся же война, все остальное рождались. И поговорите с нашими родительными материальными, как они переживали за то, что там неизвестно, кто какой густ поступит. Нет. Почему? Потому что было другое мировоззрение и были другие. Государство вело некоторую политику, которая, ну, так скажем, не то, что пошляла отдельно взятого человека, кого там рожать или на рожать, это тоже, если вы помните, в советские времена был налог на бездетных, но это мало, на самом деле, влиял на честный вопрос, в том, что если страна сама по себе имеет динамику развития, то в этой стране почему-то возникают процессы, независимо ни от чего, которые стимулируют рост населения в этой стране. Если страна деградирует, если она падает в объемах, то что хочешь делай, но не получается в этой ситуации. Как мягче сказать, мы немножко с тобой трогали информацию ноосферы, такое ощущение, что планетарное сознание говорит, если вы развиваться не хотите ни разу, то зачем вам жить вообще, занимать тут место. Вспомните Писание, которое когда Иисус засушил знакомницу, потому что она не плодоносила, зачем тебе жить, сказал Иисус, что ты растешь, дерево растешь, а подох не даешь. И она засохла, он ее засушил. А чем страна, которая не плодоносит, отличается от этой знакомности? Поэтому разговор о том, что мы должны стимулировать рост населения, позвольте спросить, с какой целью, чтобы численно из какого города увеличить, или мы что-то будем создавать с таким большим количеством населения. Вот мы для чего, как же, у нас население не позволяет освоить территорию страны. Многие говорят, у нас же большая территория страны, а население мало. А когда будет населения много, она в какой части этой страны будет проживать? Стесняюсь спросить. И что она будет создавать? еще больше стесняюсь спросить. Понимаете? Поэтому вот здесь мы уже моменты связанные с какой-то другой философией, что ли, потому что в динамике развития страны населения получается не надо. Более того, то, что мы сейчас в Москву очень сильно переживают миграции, миграции, мигранты, мигранты, миграции, это действительно момент, который как бы волнует население Москвы в частности и страну начинает волновать уже целиком. А дальше возникает вопрос, а почему мигрантов так много стало в стране? Все очень просто. И я уверенно говорю, что падение объемов производства, промышленного производства в стране, который очевидно произошел, не надо никого убеждать. За 1991 года численность промышленного персонала с той советской РФСР до нынешней России промышленного персонала упал более чем три раза. Понятно, да? Дальше возникает простой вопрос. Если у вас промышленного персонала стало меньше, а это был высококрифицированный образованный персонал, значит, вы не нуждаетесь высококрифицированным рабочим персоналом. А обмем ВВП у вас не падает, он даже растет. А за счет чего он растет? За счет низкокрифицированных работ, верно? И не образованного персонала. Капиталист должен и в каждой компании часто написано, что в уставе главной целью компании является увеличение прибыли. Улучшение прибыли кого? Компании? Частной компании, то и капиталистов. А как капиталист может увеличить прибыли своего предприятия и себя лично? Очень просто увеличить долю присвоенного прибавленного продукта, который создается той или иной рабочей силой. То есть, чем меньше вы расходуете денег на воспроизводство рабочей силы, тем прибыль вашей частной компании становится больше. А если у вас скива высококвалифицирована, вам деваться некуда, вам придется брать русского, условно говоря, высокообразованного инженера его выращивать. А если у вас нет высокоэкологических производств, где требуется образование, если у вас весь ВВС построен на перевозке еды на велосипеде, вам нужен высокообразованный инженер электроник или не нужен. Нет. А для воспроизводства водителей велосипеда намного меньше, потому что водители велосипеда живут пятером в одной комнате, а то и больше. А наши точно не хотят. Поэтому воспроизводство нашего велосипедиста стоит дороже, чем воспроизводство велосипедиста с Востока и как следствие наш велосипедист становится не конкурентен. И дальше все то же самое со стройкой, всем остальным. Если в стране не будет расти высокое производство и снижение промышленности, то у нас не будет необходимости в высококонфицированном рабочем труде. Не нужно будет образование. И как следствие у нас в стране будут ненужны русские. Вот чем вторая проблема. Дело не в том, что там едут мигранты, чтобы заместить выпавшее население. Мы говорим, у нас падает население, давайте его заместим на мигрантов. И что? И что произойдет? ВПП будет расти? У нас же не хватает рабочих труб, у нас не хватает рабочих труб. Для каких работ? Для производства какого сегмента ВПП? Высокотехнологичного? Для перестаньки. Я сам мигрант в конце концов. Понимаете? Я мигрант. Но я белый мигрант. Я мигрант из Беларуси. И я скажу, на тех местах, где я работал, как мигрант, мигрантов в Востоке поставить нельзя было. У него не хватает количества дипломов для того, чтобы встать на мое место. Вот в общем вопрос. Поэтому мигранты тоже. Я мигрант. Украинцы мигранты были. У меня на заводе полно мигрантов в белой коже. Давайте я зафиксирую один момент. Мне кажется, он важный. Вот вы сказали, что население может воспроизводиться только тогда, когда воспроизводится экономика. Вы упомянули Вьетнам, что он перевалил 100 миллионов населения. Опять-таки упомянутый мной Жуковский во время нашего совместного эфира, прям вот по ходу пьесы, посмотрел данные ОВВП Вьетнама за третий квартал. 12,8%. Вопросы есть? Там, кстати, тоже, при всем при том, что страна называется социалистическая республика Вьетнам, там не надо себя обманывать. На хозяйственных отношениях процветает самый дикий капитализм. Вот, то есть, ну, тут, конечно, дело может быть не столько в том, что у нас там жадные коммерсы и барыги, а дело в том, что, может быть, скорее среда у нас такая кислотная для того же самого капитализма. Кои возможности мы, наверное, мы не знаем, процентов на 10 даже, наверное, не используем. Собственно говоря, об этом, если вы помните, вы дискутировали с Александром Викторовичем Красновым не так давно, некоторое время назад. И у меня к вам вопрос такой. Вот вы сказали, что люди нужны высоко квалифицированные. Для развивающейся страны, в которой должна быть развивающаяся промышленность, наука и техника. Вот, 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 вот. Я же, когда вас, значит, начал пытать на эту тему, я вам так незатейливо предложил такую вилочку. А где нам искать помощь в развитии нашей страны, да, ну, потому что автарки, это дело такое, я так понимаю, что безнадежно. На Востоке или на Западе? На Востоке мы, суть по всему, никакой помощи не найдем технологической, там нет своих технологий. А с Западом мы побили тарелки. Возникает хороший русский вопрос, а что делать? Ну, для начала давай опять, ты вот меня свои иллюзии влажные постоянно затаскиваешь, а у меня свои влажные иллюзии, давай мы их разделим. Ну, во-первых, помощи нам откуда ждать ни Запада, ни Востоке, ни нам. Потому что, как бы там ни было, мы... Неудачно сформулировал, пардон, сотрудничать с кем? Сотрудничать с кем? То есть, вот... Еще раз. Сотрудничество может быть только равноправное или неравноправное. Если у нас неравноправный и разный потенциал, равноправного сотрудничества не будет. Мы сами... Виноват. Вот здесь буду жестко возражать. Индия выросла в 5,5 раза тире в 7 раз. Точно так же неравноправно сотрудничая с Западом. Значит, как-то можно крутиться, вертеться и сживать врага со света, как боец. Вот тут я немножко не соглашусь. С некоторого периода новейшей истории Индии там прослеживаются очень очевидные мероприятия, национально ориентированные, я так скажу, направленные на снижение степени зависимости экономизма своей территории. Да, они играли на противоречиях своих партнеров, так скажем так, по разграблению этой страны, но сегодня это страна, которая говорит, ребята, все хорош, ну вас всех нафиг, отдавайте мне бриллиант, отдавайте мне триллионы. С таким внутренним рынком конечно так можно сказать, Владимир Николаевич. У нас-то население в 10 раз меньше, чем у них. А почему так? Опять-таки, а кто снизил то самое наше население? Кто принимал такие решения? Еще раз, опять же, если мы про Индию, как бы там ни было, как бы там ни было, да, там есть серьезные проблемы на производстве с персоналом. Народом много, но не получается из индусов сделать нормального не то, что инженера, рабочего, понимаете, есть проблемы. Ну, это проблема, я понимаю, какого-то определенного менталитета и времени, но опять же, для того, чтобы Индия сказала, отдайте мне алмаз, должно было пройти некоторое время с тех пор, как какой-нибудь Ганди сказал, что мы теперь независимая страна. это прошло время, а мы еще не сказали даже этого. Вот последняя наша Конституция, которую мы принимали всем миром, все пеньки обрисовали, что теперь мы, за что голосовало наше население на пеньках новую Конституцию, и вам половина скажет, что мы как же, самое главное, что мы сделали, мы в проекте прочитали, что теперь у нас наше суверенное право не исполнять, то есть, как я сейчас продавал, больше не будет приоритета международного права над нашим национальным. За это же люди пеньки обрисовали, за это. А когда приняли новый проект, оказалось, что этот пункт не вошел в новую Конституцию, и в новой Конституции остался приоритет международного права над нашим национальным. Кстати, а много людей об этом знают, что не произошло этого очень важного изменения пункта. Даже я не знал, Владимир Николаевич. Более того, когда этот момент мы на одном из каналов... Извиняюсь, не то, что я такой исключительный, все-таки политблогер, но я не знал. Ну, то есть, маловероятно, что наши слушатели об этом... Я вам скажу больше. Когда на одном из каналов мы с депутатом Федоровым на эту тему начали общаться, и его спрашивают, а как же так получилось? Ведь народ же шел голосовать, чтобы убрать приоритет международного права над нашим национальным. Что он сказал? Потому что «А кто принимал эти поправки?» Да, поправки были внесены. А потом эти поправки пошли по регионам, и в регионах отказались наши губернаторы поддержать это направление. И нам наверху в Москве было нечего делать, как согласиться, с мнением регионов. И мы отказались. у каждого свои грибы, понимаете, свои розовые эти самые мечты. Ну, конечно, у нас любой губернатор может не исполнять решение Кремля, там, они все такие борзые, блин, вообще не по месту. Ну, до кого только рассказывать. То есть вопрос встает, а кто хозяин нашей страны? Кто не выпускает воржи с нас? Кто не дает делать ни одного шага на пути суверенитета страны? Вот мы говорим про суверенитет. Ну, первое, не можешь ты делать суверенную страну, если у тебя приоритет международного права. Все, забудьте про суверенитет. Разговоры там на форумах, мы суверенитет, финансово, экономический, все остальное. Мы ВТО? ВТО. Нет суверенитета. Мы ВОЗ? Нет суверенитета. Мы ВВФ и банки международного нет суверенитета. Ребята, а вы откуда ждете изменения ситуации? Мы же работаем и живем и умираем и деградируем и вымираем по правилам, которые мы приняли 30 лет назад. Если мы 30 лет назад приняли правила, она деградирует, вымирает, правила не поменялись? Нет. А с чего вы считаете, что на старых правилах страна может развиваться, процветать промышленно-навастная наука? А я могу сказать, с чего мы так можем считать? Можно кляниться? Вот, да, внешняя среда вражде, но мы живем, понятно, что в материальном мире, это и в природных сообществах, для отдельных осыпи, для стай каких-то, волков, допустим, да, внешний мир враждебен, но если мы правильно строим политику внутри, Киссинджер взял и договорился с Дэнь Сяопином. Китай за последние 30 лет в результате вырос в 14 раз. Индия, у которой поводов для геополитических обид, ну раз так, цать больше, чем у России. Это и упомянутая вами колониальное прошлое, и у нее очень непростые отношения с соседями, с Пакистаном, там были вообще на грани ядерной войны, Пакистан, напомню, если кто не знает, это ядерная держава, Китай, там проблемы Тибета, так сказать, ее же никто не снимал. И тем не менее, вот эти две страны этого так называемого условного Востока или Азии, как сейчас принято говорить, они как-то кратно выше нас выросли. Значит, все-таки там внутри проводилась разумная промышленная политика, разумная внутренняя политика, о которой говорит, допустим, партия дел. Мы с вами всегда на эту тему дискутируем, я просто этот акцент хочу. Емко я очередной мухомор, скажу, нам нужна разумная ноосферная политика. О! Так. А что я имею в виду? Значит, еще раз вернемся к законам диалектики развития общества. Если Китай получил больше миллиарда населения, то волей-неволей этот объем населения должен был привести к некоторому качественному стану скачку. С кинстенджером, без кинстенджера ноосфера бы приняла миллиардное мышление огромного количества населения до того, что этот кусок мыслящей массы с огромным объемом сознания должен как-то быть вписан в планетарную логику развития. Понятно, да? И мы сегодня с тобой говорим, еще этого не произошло, еще Китай вот-вот доводит Америку, возможно, доводит, может быть. А мы говорим уже, не, ребят, скоро будет Индия. Почему? Потому что Китай уже стал на путь деградации. Уже стал на путь. Есть еще один момент, который я бы обозначил. Мы с тобой зацепили момент с рядом науке и техникой, которые вот путь деградации науки в России и последствия деградации в промышленности приводят к умиранию населения. Ну так, по большому еще. Тебе не обманывать не надо. Если правильно провести политическую цепочку. Так вот, вся ситуация в том, почему, в общем-то, у Китая сейчас ситуация, мягко скажем, не очень хорошая. Дело в том, что Америка, может быть, чувствуя это, может нет, она по-прежнему является лидером в научно-техническом прогрессе, в науке, технике, образовании. Да, у них школы крайне дебильны, но, что касается развития передовых вариантов в научно-технике, они это дело держат. Да, у них там школы, на которые надо враняться, ну, 2-3% от общих веков школ. Но эти школы там идеально сделаны. И там рождаются те открытия научных в том числе, которые позволяют быть на вершине этого самого потолка знаний, которое и дает право развиваться в стране. не только развиваться, но и размножаться. А это как следствие. Если страна развивается, то она будет размножаться. И не случайно сейчас Америка перекрывает кислород по новым теплом Китаям. Потому что все, Китай, тебе достаточно. А рядом Индия. Молодое, горячее население, растущая цивилизация с потенциалом невероятным. И на сферу воспринимают. Ух ты, полтора миллиарда. Молодые, активные, кровь бурлит. А эти стареющие уже. Эти спорют играли. Может, они еще это не знают. Мы еще на них ориентируемся. Как же нам Китай поможет? Может быть, это дедушка нам поможет нашему еще более. Владимир Николаевич, можно я буквально чеканно сформулирую то, что вы сказали более коротко. Значит, размножение происходит не только половым путем. Вроде бы, как у нас же лучше, чем в Индии. У нас полгода холодно и темно, казалось бы. Вперед, размножаемся. Но нет, так не происходит. Почему? Потому что если страна становится, это термин такой, немножечко дискредитированный, сияющим градом на холме, туда устремляются люди. Я вот в своих там покатушках рассказывал, что мне мой дом, в котором я живу, строили ребята с Украины, бывшие афганцы. Они хотели сюда переехать. Но года через три они перестали ездить, потому что в Польше, я слышал по слухам, там они, ну, могли зарабатывать больше за сезон, чем у нас. Потому что постепенно, постепенно у нас вот с начала нулевых стали закручивать эти экономические гаечки. Если бы у нас развивалась промышленность, деньги бы давали на образование, ну, не так вот, не на распил, а действительно, гранты в МГУ. Может быть, какой-то молодой специалист, допустим, из Мексики, не поехал бы в Америку, а поехал бы к нам. Какой-то хороший, талантливый парень. Здесь, дай бог здоровья, пусть он тут перемешивается. Эти его дети, они все равно через два поколения будут русскими. Еще раз, мы своими руками уничтожаем промышленность, которая требует высококонфицированных кадров, рабочих и инженеров. Нет, так у нас свои же тоже будут, я же не предлагаю всех мексиканцами заместить. Нет, это просто как деталь такая, не-не-не, не надо, я не патриот Мексики, Владимир Николаевич. У нас и свои ребята, у нас своих Ломоносовых. Ну, давайте вот на соседнюю Белоруссию посмотрим. У меня пример же хороший, в свое время летом живой пример, мне привезти инженера из Белоруссии проблем не составляло никаких. Ехали. Сейчас нет. Почему? В этой стране сохранилось промышленное производство. Оно развивается, оно требует высококонфицированных рабочих кадров и инженеров. Институты работают, туда нельзя привезти мигранта и поставить на конвейер, на БелАС или на МТЗ. Туда нельзя привезти иммигранта, и поставить на производство микросхемы на интеграл. Нельзя этого сделать. Там надо дать работу своим. Почему? Потому что не свой, не образован, не сможет сделать. Вот в чем вопрос. Поэтому именно деградация в плане научно-технологическом приведет рано или поздно к падению показателей воспроизводства, как вы говорите, и как следствие тому или иному виду вымирания или замещения. Ну, не может территория в одну седьмую земную земную шару остаться без населения. Ну, не может. Так или иначе, люди какие-то сюда приедут. Все. Просто потому, что земляне позволят уставать планетам. Это мы четко все зафиксировали. Мы молодцы. Вот давайте зафиксируем еще один эмпирический факт. очень большое число наших с вами соотечественников ностальгируют по временам СССР. То есть, по проекту, который вроде списан, разгромлен, проиграл там цивилизационную конкуренцию и ушел в прошлое. Кстати, между прочим, в Шпигеле я вот уже второй или третий раз замечаю, эксперты журнала фиксируют, что левый тренд в мире нарастает. И нет никаких указаний на то, что этот тренд переломится в ближайшее время. Вот. Подсознательно, что касается наших людей, они понимают, что второй раз в одну и ту журеку не войдешь. Но у СССР было одно мощнейшее преимущество над всеми известными мне цивилизационными проектами человечества. Это там феодальные, злые языки говорят, что у нас сейчас не капиталистические порядки, а немножечко феодальные. Значит, капиталистические, империалистические, там национальные государства, конгломерация национальных государств как ЕС. Вот у него было мощнейшее преимущество. Этот проект шел за горизонт. Он вот эту вот нашу внутреннюю экспансию, свойственную человеческому роду спокон веков, он ее использовал в позитивных целях. Это экспансия в космос, развитие науки, технологии, там, значит, обустройство, там, повороты рек, неважно, ну, там, как это делалось, можно там разговаривать, можно критиковать, что делалось это не так, колпак был не колпаковский, но, тем не менее, все это гасило вот эту вот социальную энтропию, которая во всех прочих проектах, она разрушает их. Ну, об общем кризисе капитализма не говорит только ленивый, сейчас еще неолиберальные кризис модели, кризис христианского проекта, в общем, все плохо, на самом деле. И вот у меня к вам вопрос, вот с точки зрения этой ноосферы, наконец-то вот давайте высокие материи и вот этой вот земли, которая, ну, как мы с вами понимаем, как некая такая сущность, вот движение в этом направлении нам поможет воспрямить? Нам, россиянам, я имею в виду, сейчас пока за человечество не говорю в сторонке, чуть позже. Ну, поставьте себя на место ноосферы, Александр, давай попантазируем посвященного мухомора. И вот я там, глупо говоря, планетарная ноосфера, в том плане мыслящая, чувствую, что болею местами, надо бы где-то подправить что-то у себя в своих, так сказать, моментах. У меня на одной седьмой территории проживает полтора процента населения, а из этих полтора процента населения проживает в пару-тройки агломерации. То есть, у меня вообще кожи нету ноосферной на одной седьмой части планеты. Лишай такой своеобразный, понимаю, да. Да, понимаете, это надо срочно, надо кожу наращивать, думает ноосфера. И вы говорите, а что мы можем сделать? Ну, для начала надо перестать хотя бы тех оставшихся миллионов, которые в стране остались, стягивать в один город или в два. Хотя бы для начала это перестать делать. Может, перестать с них ренту давить сначала, вот чтобы они могли выживать и на других территориях? Вот так вот. Здесь масса вопросов. Еще раз. Вся проблема в том, что действительно население в стране не нужно. А если население в стране не нужно, если нам по заветам Тетчер надо 15-40 миллионов населения, которые нужны для перекачки сырья, то очень неэкономно размазывать ненужное население по всей территории. А вот в одной точке их содержать, в одной камере, уже экономичнее получается. Дальше возникает еще раз. Если в стране появятся определенные векторы развития, люди будут нужны для этого развития. Если страна не развивается, люди не нужны. То есть у меня есть четкое понимание, что для того, чтобы страна развернула свой вектор, начала развиваться, в том числе в плане численности, необходимо возвращать ее на рельсы лидеров научно-техническом прогрессе. Если мы посмотрим статистику, сколько остальные страны, даже не такие, как мы, продвинутые в науке раньше, тратят денег на научные исследования, на разработки, на неокры различных видов, мы понимаем, что мы проигрываем в том числе в принципе не только образовании, но даже попытках участвовать в тех или иных научных разработках, вот в чем проблема. Поэтому, к сожалению, мы 30 лет воспитывали общество потребления. И для того, чтобы ситуацию развернуть, необходимо общество перестать воспитывать как общество потребления, иначе делать другое общество. На это уйдет ни лица, ни два. Напомню, что в известном для нас с вами примере, для того, чтобы из общества потребления выносить другое общество народное, пришлось это общество по пустыне водить 40 лет для того, чтобы перевоспитать определенное количество миллионов людей в общество развития. Совсем не вытекающе. Понимаете? Давайте разговаривать. Знаете, почему улыбаюсь? Первые шаги к этому перевоспитанию уже идут. Климжуков в своем недавнем ролике обсуждал, что в Госдуме в Единой России выработали какой-то документ, что можно, а что нельзя показывать в социальных сетях. Вот машины, там загородные поездки нельзя. Вот как бы иные признаки процветания. Так что вот лед тронулся, будем считать. Но я это, конечно, иронизирую, скажу до зрителей. Извините, я вас перебил. То есть над двумя временами. Если вчера можно было кого-то ограбить и сказать, видишь, я у тебя кошелек вытащил, как тебе, а? А что ты мне сделаешь или не сделаешь? То теперь ты ограбил, но не хвалишься, да? Да, теперь не хвалишься. Но за кошелек к тебе никто не придет. Сказать, а что ты это сделал? Ты же что? Ты же кто? Ты же ограбил. Понимаете, вот это еще раз один из вариантов того, что называется симулирование. То есть общее потребление, которое мы выросли, с симулированием на том, что мы теперь за какую-то идею, за объединение, за народность, ничего подобного. Даже если кто-то не выставляет ничего в социальных сетях, все равно кто-то тебя сфотографирует в какой-нибудь Дубае. Понимаешь? Все равно это... Ну, но не скроешь с этих вещей. И все равно машины дорогие по дорогам наши гоняют. И никуда не уйдет Рублевка с домами миллиардами. Это же все видно. Потом, да, социальные сети не выставили, но обсудить на Первом канале золотого унитаза судьи Югоф, пожалуйста. Ну и что, что-то не в социальных сетях? Не, ну, кричащие факты расслоения общества, они слишком широко. Так-так не бывает. А расслоение тоже мешает нам воспроизводиться? Ну, смотрите, я так скажу, безусловно, оно тоже мешает. Почему? Потому что это так или иначе комплекс определенных людей развивают и с этим сложены, да? То есть, вот, если кто-то с Китаем плотно работал, с компанией там серьезной, они сейчас заходят, захватывают наш рынок, уничтожают остатки нашей промышленности, братья китайцы, свои производства. Но, когда с ними общаешься, даже очень большого рода руководителя оказывается, что вот у них есть определенные потолки в заработке Китая. И вот у них есть оклад, грубо говоря, и независимо от результатов работы, выше, чем какой-то объем, они чуть не могут. И я для себя с удивлением узнал, потому что, как бы, собственники китайские некоторые стоят по миллиарду долларов, а вот высшего менеджмента, который работает на этих заводах, имеет потолки в 3000 долларов к 5000 долларов. И я сравниваю с нашим менеджментом, который в день может получать 200 миллионов рублей. И вроде бы в Китае тоже нюансы связаны с капитализмом. Но там как-то очень какой-то красный капитализм. Капитализм, но какой-то красный, понимаете? И миллиардерей. Ну и особо не пофальсиш своим положением. А как они с коррупцией борются, Владимир Николаевич? На заглядение просто, да, давайте тоже об этом. Поэтому давайте откровенно скажем, мы сейчас приходим немножко на такого субъективного момента обсуждения, что вот там сделали то, там сделали то. Надо, наверное, прослеживать эту ситуацию в более длительном историческом пространстве с теми иными тенденциями. А вот тенденции, тенденции, это, на мой взгляд, главная тенденция по любой территории, это население. Это население. Если население пребывает и молодеет, это цивилизация, которая в каком-то периоде, в ближайшем, так или иначе имеет шанс на развитие и процветание. Если население уменьшается и стареет, если его образование падает, то все остальное это лозунги, призывы в пользу бедных, которые становятся все больше. Тогда из того, что вы сказали, я могу сделать вполне себе однозначный вывод, если позволите. Вот смотрите, вы там третий раз уже Тэтчер упомянули. Я хочу сказать, что мы когда говорили с вами об общем кризисе капитализма, я сказал, что неолиберальная модель в общем-то тоже списана. Ну то есть Фридман, Хаек, ярчайшие представители этой неолиберальной модели, Тэтчер, Рейган ныне поругаемы на Западе. Они же говорили, рынок все порешает, Тэтчер увольнял шахтеров и так далее. Ну вот общественная мысль Запада сейчас эту модель зачеркнула красным карандашиком. Общественное мнение колоссовская мысль двигается все-таки влево, да. И на мой взгляд, вот принципиальный выход из ситуации, в которой находится наша страна, он имеется ровно в количестве одна штука. А какая модель способствует воспроизводству населения, воспроизводству экономического потенциала? Только получается левая. Давайте так, насчет левой модели в том числе. Капитализм, безусловно, подошел к своему историческому финалу. Чисто физически рынки закончились, поэтому финал неизбежен. Это понятно. Значит, дальше по цепочке, не называя названия строя, может быть только общество той или иной степени расправедливости распределения между живущими на территории страны или планеты. Значит, планета к этому подошла. То есть, то, что мы сейчас называем внедрение так называемых цифровых валют, это зародыш правил будущего распределения ресурсов между живущими на планете по тем иным правилам. Понятно, да? Отсюда базовый доход минимальный и так дальше, которым тоже не нужны. То есть, отцепровка валюты, это на самом деле внедрение правил распределения на количество людей, которые, так же, как у нас в стране какое-то количество людей для бизнеса уже не надо, так и в мире количество едопов уже. Мы же эту информацию как бы чувствуем, если нас даже не знаем, то чувствуем, что сегодня мировые люди ставят задачу резкого сокращения численности населения на планете. Это же очевидные вещи, они пишутся, говорятся, в том числе по этой отключения. Необходимо будет кому-то снижать размеры потребителей. Так вот, под задачей, под лозунгом левого движения, красного, розового, какого угодно, на самом деле нам будут вводиться в действие самый настоящий феодальный строй, где будет, грубо говоря, феодальная элита и все остальные, кто будет ее обслуживать. То есть, среднего слоя такого не будет. И по большому счету, именно по такому разделению общества сейчас так иначе эксперты в прогнозах сходятся. А только под каким словом это будет поддаваться населению, хоть в нашей стране, хоть за рубежом, конечно, никто не будет говорить о том, что это движение в рабство. Нет? Нет. Но по большому счету, да. Ну так у этого направления есть неустранимый конструктивный недостаток. Вот в тех терминах, которых мы с вами обсуждали, этот атмосферный проект, он увеличивает ту самую социальную энтропию. Так или иначе, эти гномики, пусть их даже заставят меньше копать, меньше стучать своими мотышками, пусть их посадят на удаленку домой, пусть им дадут базовый социальный доход. Все равно базовые противоречия между общественным характером туда и частным характером потребления не снимутся. Энтропия будет расти. Я даже допускаю, что вот, условно говоря, можно какое-то национальное государство сделать процветающим на какой-то момент времени. Я знаком со многими националистами, Дима Демушкина, кстати, великолепный, порядочный человек, но так или иначе, если вот внимательно рассмотреть националистическую модель, она тоже, ну то есть, вот хорошо, ты внутри своего государства процветаешь, но ты конфликтуешь с соседями. Да, значит, пусть это даже не военная конкуренция, экономическая, но во время экономической конкуренции тоже гибнут люди, они решаются дохода, уходят из жизни и так далее и тому подобное. То есть, эта националистическая модель, капиталистическая, она не может рассматриваться как универсальная модель для всего человечества. Они не работают. И, кстати, вот еще одно обстоятельство в мегатонной, Владимир Николаевич, оно тебя убедит. Вот, значит, разумным направлением для утилизации вот этой вот энтропии и утилизации вот этой естественной человеческой экспансии есть экспансия человечества в космосе. А в рамках капиталистической модели она невозможна, она тупо невыгодна. Даже мною любимый Маск, все эти его проекты, Старшип, Старлинг, глубоко убыточные вещи, он на дотациях сидит. Так-то он, если бы он был частник, был бы уже банкрот, банкрот, банкрот. Вот, поэтому, извини, я тебя влево толкаю, ты упираешься. Ну, давай, хорошо, слово левое заменим словом ноосферное. Вот, направление развития. Так больше? Давай. И теперь вот в рамках этого направления проработали. Ну, правильно говоришь, энтропия нарастает, рано или поздно должно рвануть. Ты говоришь, давай сделаем в общем-то, где не рванет. Да. А ведь противоречия не меняются. И, а к чему все идет, когда вот вот-вот будет взрыв, и уже где-то там начинают дырочки появляться, и пар идет из разных щелей. А мы с тобой попадем в ситуацию, которая прописана как то, что когда все будет настолько горячо и тяжело, люди поймут, что дальше будет очень все непросто. Скажут, нам нужен на земле, на планете мир. Нам хватит уходить от конфликта. И берут на нашей земле единого правителя. Вот это как на 3,5. Вот. То есть, но по факту, по факту люди, которые это сделают в ожидании того, что вопрос решится, они не получат, как обычно у нас бывает с тобой, ожидаемого эффекта и счастья на земле не прибавится. по большому счету. После чего придет другая, так сказать, сила, и все растает по своим местам. Я, конечно, где-то может утрирую с некоторым юмором, но по большому счету такое ощущение, что циклы рождения, развития, угасания и смерти цивилизации, мы же не первые цивилизации, скорее всего, они примерно одни и те же. И мы проходим постоянно одни и те же этапы. Мы просто вероятно, в ситуации, когда мы постарели как цивилизация настолько, что вот конечные, так сказать, уже процессы, они становятся не просто предсказуемы, они уже видны не вооруженным взглядом для тех, кто умеет смотреть. И в данной ситуации говорить, а давайте мы сделаем то, а давайте мы сделаем это. Давай, Александр, мы с тобой подробно поговорим. Мы с тобой, люди, уже так, дни рождения уже много отправляли, да, так сказать. Дальше возникает вопрос. Даже неудобно об этом вспоминать. Да, вот, что-то, что-то вот, то, что я там в 18 лет мог делать невестно столько чего, сейчас что-то поменьше. Наверное, что-то не то. А для того, чтобы снова стать сильным, молодым, красивым, пучерявым, давай-ка мы с тобой что-то сделаем. Ну, давай так вот, что мы с тобой делать не будем, но продлить, возможно, те или иные наши годы в здравометрии памяти мы, наверное, можем. Но, у меня есть такое подозрение, что чисто физически лет 60 мы с тобой будем сильно похожи в том, ли, но, и так вот сходу нас не различишь. Хотя сегодня мы с тобой и раз. Но мы к тому времени уже переродимся, а реинкарнацию сделаем отдельно. не, ну, понимаю, я потому сказал в физическом плане, я же сказал, в физическом плане мы с тобой будем похожи. Поэтому вопрос о том, о котором сейчас мы должны обсуждать, то есть, если мы находимся на некотором окончании цивилизационного цикла, то вопрос стоит не в том, что конец цивилизации или нет, будет он или нет, он будет в том плане. Есть вопрос, когда у нас там. Вопрос, когда это первое, а второе, а каждая цивилизация, как любое дерево и любой этот, так сказать, посев должен взять какой-то плод. Мне на самом деле, по большому счету, интересует не только о том, будет конец цивилизации или нет, когда он будет, он будет по-любому. Мне интересно, а что же было замыслом вот этого вот развития цивилизации, что цивилизация, каждая из предыдущих и наша в итоге выдает на горах. Вот этот момент, который мне кажется наиболее интересным. А мы сейчас по большому счету спорим о чем между собой, так вот, если говорить про цивилизацию, про ноосферу. На какой вид здорового образа жизни ноосфера должна перейти, чтобы эта цивилизация протянула дольше? Это с одной стороны и с другой стороны. Знаешь, я вот тут как каждой весной занимаюсь тем, что свои цветочки, которые, конечно, у меня в безобразном состоянии, пытаюсь привести в порядок. И я вижу, как мои традисканцы дают побеги, перелазят в соседние горшки и там укореняются. Я поэтому говорю о космической экспансии. Может быть, плодом будет то, что люди выйдут за пределы своей экумены вот этой земли. Может быть, таков замысел. А если мы это не потянем, ну тогда да, наосфера скажет, ну не справились. Александр, мы с какой-нибудь там пятой? Одну тему, значит, куда идти, в какой и неиспанский сделать, тема, на самом деле, на мой взгляд, очень интересная, я бы космосом не ограничивался, если уж так. Она в том по себе очень большая, мы тут местами уже на рефинал ее дотрагивали, а кто сказал, что у нас экспансия возможна как и в космосе. Конечно, конечно. Ну я просто говорю о понятном измерении. Понимаешь-то? То есть, если мы уже начинаем поговорить про тонкие материи, а в каком количестве измерений находится то, что мы называем тонкими материями, так скажем. Это отдельная тема, на ней можно поразмыслить. Мы с тобой немножко не о том... И мы и договаривали, кстати. Да, сегодня мы говорили о том, что вот есть некоторые очевидные вопросы по стране, и как бы к этому вот подойти, и некоторые надежды на то, что здоровый образ жизни на нашей территории, нашей страны, позволит, ну, по крайней мере, нашим людям, нашим, так сказать, ну, более-менее достойно идти по жизни. Как там в нашей песне советской пелось? Я второй такой, не знаю, где так счастлив в жизни человек, да, где человек шагает как хозяин необъятной родины своей. Сегодня мы такое сказать не можем. Мы можем как угодно издеваться над песнями советских времен, но люди не только их пели, они в них верили, и так себя чувствовали по большому счету. А сейчас? Даже самый богатый миллиардер в стране такое не может про себя пропить. И деньги тут не спасают. Это внутреннее ощущение. Абсолютно. Ну, так интересно, вот с этой точки зрения, понимаешь, какая штука? Вот мы с тобой русские, да, и мы, так получилось, мы играем за эту команду, и мы с тобой, в отличие от некоторых, никуда не уедем, будем тут, как это, как Пригожин сказал, вкогтимся здесь и будем бороться за наших. Мне так продвинутые эзотерики сказали, что там командные, твои командные результаты тоже подшиваются к делу, то есть, если ты Месси и хорошо играл, да, ну, молодец, но если Барселона в итоге слила Реалу, ну, то не совсем ты молодец, значит, недостаточно хорошо играл. Поэтому, естественно, мы играем за наших и рассматриваем, чтобы, ну, при каких условиях здесь нам было хорошо. И мы пришли к понятным и простым выводам. Вот мне кажется, в результате сегодняшней беседы можешь их прорезюмировать коротко? Я считаю, что мы вот отработали на все 100%. Ну, надо делать сложно. Я открываю так. Я не хочу отвечать за президентов разных стран, за все остальное. Мы корону на первую примерили, теперь я ее снимаю. и, ребят, я обычный директор небольшого российского завода, где работает 600 человек. по большому счету, я там среднестатистический майор промышленной армии. Ну, так, если себя не обманывать и трезвить на жизнь. Все. Значит, что я делаю? Делаю из своего понимания морали и нравственности. И моя задача сохранить производство, технологии, образование на том месте, где я нахожусь. Поэтому мне на производстве объема производства работают конфиденции мы так или иначе понимаем, технологии развиваем. Ребят молодых со школ, институтов мы берем и учим, даже понимая, что они никогда там на завод не попадут для того, чтобы у нас в стране ребята все равно имели этот уровень образования и так дальше. Это все, что я могу сделать. Если мой батальон эту территорию худо-бедно при мне 20 лет продержал, если мы за 20 лет в объемах производства 170 раз выросли, если мы за это время численных предприятий в два раза увеличили, если мы за 20 лет площадь промышленного производства пощадей нашего завода с тех советских времен в 20 раза увеличили, если мы за это время количество оборудования, которое у нас было на заводе, смогли увеличить примерно в 9 раз, если у нас производительность труда поднялась за эти 20 лет в 70 раз, если я через свой завод пропустил молодых специалистов и детей и всех остальных, примерно тысячи человек, я как майор на этом направлении сделал то, что мог, если кто-то где-то там в армии генеральской промышленности все профукал, я могу по этому поводу переживать, но на своем участке я сделал то, что мог, и если это меня зачтер где-то там, как ты говоришь, ну, я буду рад, но с другой стороны не мне решать, и в данной ситуации я переживаю на другое, по большому счету я переживаю, что все, что я делаю, оно никак не дотрагивает самый главный сегмент нашего общества молодежь, мы с тобой говорили о том, что молодежь формирует будущее страны, и если молодежь есть, и она активна, ее много, то страна будет развиваться, а вот с этим, к сожалению, мне в одиночку никак не справиться, я не могу формировать понятие, вот ты говоришь, вроде ночи темные и холодные, и только занимайся, занимаются, будь здоров, но видишь бесконечного результата в данном случае, раньше, может меньше занимались, сколько продуктов выдавали нога в этом плане. Ну, это была скорее горькая, да, извиняюсь. Поэтому вот здесь, в данной ситуации я расскажу за себя, делаю, что могу в данной ситуации отвечать за то, что почему-либо страна не находится ни на той волне, ну, опять же, если мы с тобой говорим про футбольную команду, мы же не знаем план игры тренера, условно говоря, в этой команде. И дальше у меня иногда возникает вопрос, а то, что я бегаю там с ничем по полю, условно говоря, или пытаюсь отобрать, я вообще, говоря, не мешаю плану тренера, может, у него другой план на игру, а я тут суречусь там, не тому подкаты делаю, или не туда. Это вопрос не на нашу с вами зарплату, Владимир Николаевич. Совершенно верно. Поэтому, рано или поздно, мы с тобой выйдем на вопрос, который, по большому счету, если мы на него ответ не найдем, то мы не поймем ситуации. Вверх и в темноту уходят нить, понимаешь, кто хозяин страны. Вот, давайте так, логуны в сторону берем, конституция говорит, что народ отъявляется. Нет, еще раз, кто сегодня реально хозяин страны, кто принимает за страну решение, куда идти, как развиваться, какие механизмы цели ставить перед ней. Я не поверил, что то, что мы сегодня наблюдаем у нас как власть, это есть и то, что является, потому что слишком плохие результаты, мы с тобой с этого начали передачу, слишком плохие результаты мы показали за 35 лет, чтобы считать, что это и была целевая установка национально ориентированного, так скажем так, элитного концентрации. Я, кстати, не думаю, что это результат какой-то злонамерный, злонамеренность скорее результат некомпетентности. Вот мне так... Ну почему злонамеренности? Ну, давай так, когда берешь тыкатный станок, стоишь на него полванку и начинаешь с этой полванки стачивать лишний, нужный материал, то стружка, наверное, сильно переживает, что ее снимают. Но ее снимают не злонамеренно, ее снимают для того, чтобы по факту получить годные изделия. Поэтому может мы в данной ситуации в чьем-то процессе, к сожалению, для нас обыкновенная стружка. Ну тут вы практически философский вопрос затронули. Вот смотрите, еще одно важное обстоятельство и завершаем беседу, потому что я вас сильно отвлекаю от управления родным предприятием. Я-то сегодня ради беседы на работу не поехал, просто не успел бы вернуться. Значит, вот этот «Моосферный проект». Я его хотел назвать СССР 2.0, на всякий случай уберу название, потому что просто «Моосферный проект», потому что так можно с толку сбить людей. Вот мне кажется, что его ни в коем случае нельзя устанавливать силой. Значит, эмпатия, милосердие, эти понятия должны быть включены в его дизайн. Тогда ты не сможешь вот так вот ренту выжимать, как это происходило до сих пор. И значит, мне кажется, что дисциплинарное общество страха, оно должно остаться в прошлом, потому что такие люди, как мы с вами, вот ровно заинтересованы. Страхом же управлять удобнее, а такие, как мы с вами, мутим в воду. По логике дисциплинарного общества, ну, расстрелять от маха, чтобы, как говорится, не это самое, не говорили лишнего. Вот вы много интересовались теневыми управляющими структурами человечества. Как думаете, вот их сопровождение, сопротивление на пути к выживанию можно преодолеть? Или вот, опять-таки, мы на нисходящем тренде? У вас надежда это есть? Как я воспринимаю, то, что происходит. Значит, еще раз, я, могу ошибаться, это мое инспективное мнение, но мне кажется, мне кажется, что мы идем по определенному этапу развития цивилизации, и на сферу это вещи отдерживает, так или иначе, контролирует этот момент. То, что нам нравится или не нравится, это как в организме где-то там стареющим, там дуга начинает болеть, рвут там где-то печень, там где-то почки, там где-то сердце, что-то происходит, как-то организм с этим пытается бороться для того, чтобы продержаться. Вот. Дальше возникает вопрос, то есть по большому счету у здорового, у организма два, две основные причины смерти. Это онкология и болезнь системы кровообращения. если говорить про нашу цивилизацию, то здесь в общем-то несложно провести аналогии с этими двумя основнениями проблемами. То есть болезни крови, болезни кровеносной системы, это болезни финансовой системы планеты, так условно говоря, да? То есть такие... Мне казалось, именно финансовый сектор у нас на онкологию похож, шнём. А в онкологию я бы затащил вот этот избыток офисного плантона, который потребляет очень много, но ничего не происходит, кроме углекислого газа или углеродного следа. Конечно, по этому поводу офисного плантона будет сильно недоволен, но я скажу так, как бы нам это не нравилось, не нам и решать, что с этим делать, и каким образом это будет решаться. Мы можем обижаться на тех людей, которые написали на скрижалях, что питочек достаточно, и сами будут следить на сцену, так что это может быть. Но вся проблема в другом. Ведь когда в советские времена ещё при Сталине было понятно, что будет сокращаться необходимость в рабочих часах, и будет освобождаться огромное количество времени у нашего населения для того, чтобы заниматься саморазвитием, то мы говорили о чём? Что будет у нас меньше рабочего времени, будут много выходных дней, и люди должны заниматься самообразованием, повышением культурного образа и так дальше. И вот мы пришли к ситуации, когда действительно рабочее время у нас снижается, времени свободного становится очень много, и чем люди забивают это время? Кто-то из них повышает свой культурный уровень, или что-то... Или вы смотрите на массовое какую-то болезненную совершенно игру в сверхпотребление какие-то, и... А дальше себя поставили место на сферу. Единственное, что хотелось бы концовочку какой-нибудь такой более-менее, что там это... Что как-то всё-таки вырулим, да? То есть боремся. Но вот этот... Вот эту диалоги мне все мои знакомые коммерсы говорят, мне похрен, но я у себя на рабочем месте калываю с утра до вечера. А как там, блин, что там справа-слева меня обошли? Это не моё собачье дело. Ну, это мужественная такая, брутальная такая позиция, но... В итоге, понимаешь, стоицизм это психология уходящих людей. Александр, значит, смотри, ещё раз, возвращаясь к новому завету. Значит, спасись сам, у тебя по-тута тысяче и Царство Божье на небе, а не на земле. Эти моменты, которые мы уже раз из нас слышали, но каждый их как бы то ли не воспринимает, то ли воспринимает по-своему, о чём идет речь, вот на мой взгляд. Если предположить, мы как люди православные, что душа она вечная, у неё нет даты возникновения, нет даты смерти, то по большому счёту, по большому счёту, она очая душа, на самом деле. Вот ты сказал про то, что мы играем с тобой датунную команду, по большому счёту. А по большому счёту, у нас только две команды, за которые можно сыграть. Одна из них тёмненькая, другая из них тёмненькая. Только у каждого своё понимание света и тьмы, но только две команды. А у тебя есть одна душа, и эта душа может быть только или на той стороне, и на этой стороне. Я несколько тоже говорил и повторю на этой стороне. То есть, мы говорим о том, что мы точно знаем в этом игре, что определённые, так скажем, силы, которые, в том числе, сегодня выстраивают ряд разумных с точки зрения логики мероприятий, достигают их, в том числе, с помощью достаточно неоднозначных фитуалов, в основе которых лежат кровь, смерть, страх, боль. это мы знаем. Дальше у меня возникает простой вопрос, такое заключение. Можно ли достигать добрых целей и добрых намерений, подталкивая эту идею на вибрациях смерти, боли, страха? Наверное, нет. Но люди на это ведут затерянные плюшки. Почему? Ну, значит, они выбрали сторону для своей души, для себя, любительной души. Вот они перешли на ту сторону. Дальше возникает вопрос, а ты так как? Я нет, я не хочу так. Мне, я не хочу, чтобы за счет чьей-то боли, чьей-то смерти, чьей-то крови, у меня там счастливый случай дополнительный в жизни представился. Я, видимо, переезжаю. Вот моя позиция такая. Ну, не добавить, не убавить. И каждые друзья выбирают сам, за какую команду играть. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа в том смысле поможет сориентироваться, правильно понимать то, что нас окружает, то, что нам главное предстоит, не испытывать по этому поводу никаких иллюзий и там ура, там всяких шапокозакидательских настроений. что в самом лучшем случае нам предстоит долго, упорно и много работать, чтобы восстановить все виды потенциалов нашей любимой страны. А вы, друзья, себя берегите, оставайтесь здоровыми. Если вам понравилась эта беседа, поставьте ей обязательно лайк, так ее увидит большее количество людей. Не забывайте подписываться на канал. А я сердечно благодарю Владимира Николаевича Баглаева за столь содержательную беседу. И мы с вами прощаемся. До новых встреч.